В соответствии с определением Дальневосточного окружного военного суда оглашается вводная и результативная часть приговора. Оглашается приговор именем Российской Федерации, 24 января 2018 года, город Красноярск. Дальневосточный окружной военный суд составит председатель Ружеткова, судья Гапова-Пестриков, пресекретарь судебного заседания Боголевского с участием государственного обвинителя, прокурором дела государственных обвинителей уголовного судебного управления прокуратуры Красноярского края, советника юстиции Пеньковой, подсудимая Князева и ее защитника адвоката Темерова. Рассмотрев в этом своем заседании помещение Красноярского гарнизонного военного суда уголовное дело в отношении Князевой с офисом Сергеевна, родившейся 1 ноября 1993 года в городе Канске Красноярского края, гражданке Российской Федерации, зарегистрированной, проживающей по адресу Красноярский край, город Канск, улица 45 октября, дом 1-5, квартира 30, с основным общим образованием, замужем, несудимой, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговорил признать Князеву Софью Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой назначите и наказание в виде лишения свободы на 41 год и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет на 43 года. Срок отбывания наказания князевой исчисляет 24 января 2018 года за честь срока отбывания наказания осужденное время ее содержание с 7 по 8 октября 2017 года, содержание под стражей в период предварительного расследования судебного разбирательства с 8 октября 2017 года по 24 января 2018 года. Содержать князеву в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении князева и заключения под стражу оставить без изменений и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКО СИЗО ГУФСИН России по Красноярскому краю. По вступлению приговора в законную силу и вещественные доказательства сотовый телефон марки Ксевомира Дмитрий, сим-карта оператора Йота 02-126-982 и флэш-накопителем СП-4ГБ CD-HC на основании пункта Г.1 ст. 104. Прим. 1 УК РФ конфисковать материал оперативно-розыскной деятельности оптический диск номер ВДМ-653-SH-17-041-393-CDR-V диск марки МИРКС- ВГБ-405-B22-2 оптических диска с номерами DVD-R диска PSP-328-T-103-13-18-56 и PSP-328-T-103-13-909 DVD-R диск номер 165-43-2-902-17-S диск 19-43-2-890-17 в соответствии с пунктом 5 части 3 19-81 УК РФ сохранить при уголовном деле сотовый телефон марки Nokia SIM-карты номер 8-970-199-160-616-170-93-S системный блок персонального компьютера марки Микролаб книгу на арабском языке в обложке зеленого и золотистого цветов книгу Тажвит, книгу 200 вопросов по изучению ислама флэш-накопитель в пластиковом корпусе черного цвета флэш-накопитель Сандис Культер 8 ГБ тетрад в клетку с цветным обзором в обложке заграничный парт под Князево номер 65-377-11-96 от 5 октября 2016 года свидетельство о заключении брака номер 846-069 от 28 сентября 2016 года пластиковый карту Сбербанк номер 427-606-202-81-99-19-14 в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 УК РФ передать закон о владельцах военный билет АЕ номер 546-80-84 трудовую книжку номер 712-93-39 учетно-послужную карточку к военному билету АЕ номер 546-80-84 в соответствии с пунктом 5 части 3 381 ГБ РФ передать в управление ФСБ России по Красноярскому краю приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда РФ через Дальневосточный окружной военный суд в течение 10 суток со дня провозглашения осужденной содержащейся по страже в тот же срок со дня вручения и копии приговора в случае подачи апелляционной жалобы осужденной вправе ходататься в своем участии в заседании суда апелляционной инстанции поручить осушление своей защиты избранному ей защитнику отказаться от защитника либо ходататься перед судом апелляционной инстанции о назначении ей защитника председающих поделок в состав суда подписали приговор прошу всех садиться кроме Князева Князева Вам понятно? Да Назначенное наказание, приговор суда понятен? Да Приговор изготовленный полностью, копию сейчас вы получите секретаря судебного заседания с сегодняшнего дня поскольку вам будет сегодня вручен приговор вы имеете право в течение 10 суток подать апелляционную жалобу на приговор в случае несогласия с ним напоминаю вам, что вы вправе ходататься в своем участии в заседании суда апелляционной инстанции Вам это понятно? Да Судебное заседание объявляется оконченным Разъясняю Князева, что вам право на подачу замечаний и ознакомления с протоколом судебного заседания разъяснялось при разъяснении вам прав в ходе подготовительной части судебного разбирательства Если у вас появится желание ознакомиться с протоколом вы должны подать соответствующее ходатайство через администрацию СИЗО, в котором вы будете содержаться до вступления приговора в законную силу Вам это понятно? Да Судебное заседание окончено А нам куда приговоры? А? Вы подождете, будем держать Мне нужен приговор, конечно, мне завтра с генеральным вычитать Я еще и сидела 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 Ну, какой-нибудь Слушай, что вас не слышал? Такой режим? Режим вы слышали какой? Общий Общий, да? Ну, просто я понимаю, это закон-то общий Я знаю, потому что мы на поселении Откуда она несет Честв harvesting То есть Ну, просто если мы memberли Кossip Это